Добрый вечер, в эфире КТК новости. О главных событиях дня расскажут наши корреспонденты и мы, Шулпан Сахариева. Я Алексей Шахматов. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Новые подробности трагедии на железнодорожном переезде в Мангостаутской области, унесшей жизни 9 человек. Задержали дежурного, который отвечал за безопасность. Министерство энергетики придумали, как бороться с дефицитом топлива. Создадут резерв бензина и солярки на черный день. Мы прорабатываем в правительственном процессе создания некого резерва. В Таразе доктор и пациентка собираются судиться из-за побоев. Оба обвиняют друг друга в рукоприкладстве. Статистики назвали самые пьющие регионы Казахстана. На первом месте Акмолинская область. Что ж, в Мангостаутской области задержали дежурного, который отвечал за безопасность на железнодорожном переезде. Выяснилось, что в момент аварии, когда столкнулись тепловоз и газель, он был пьян. В результате происшествия погибли 9 человек, 27 пострадали. К ответственности также могут привлечь чиновников, которые отвечают в регионе за пассажирские перевозки. Маршрутки, которая не доехала до конечной всего одну остановку, в момент ДТП пассажиров было в два раза больше положенного. Станислав Куцая следит за развитием событий. Первые результаты расследования ДТП, унесшего сразу 9 жизней, озвучили сегодня ближе к обеду. Следствие сейчас работает в трех направлениях. Проверяют законы с действием машиниста и помощника тепловоза, водителя газели и дежурного диспетчера по переезду. Последнего уже задержали. Как выяснилось, в момент аварии он был пьян. Немало вопросов и по 50-летнему шоферу, который погиб на месте. Он был гражданином Узбекистана и имел водительское удостоверение, выданное у себя на родине. На территории нашего государства имеют водительные транспортные средства. Но наше законодательство в некоторых случаях делает ограничения. Какие транспорты он имеет, в каких черепах. Сейчас в настоящее время по этому поводу проводится служебное расследование. И по результатам служебного расследования, кто был ответственен за это, будет привлечен к ответственности. Как выяснилось, газель, в которой на момент аварии находилось 36 человек, рассчитана всего на 15 мест. До конечной маршрутка не доехала буквально одну остановку. Лишних пассажиров водитель взял в салон еще в Женаузене. Ими оказались студенты колледжа, которые ехали домой с занятий. За перегруз отвечать теперь придется предпринимателю, выигравшему тендер на обслуживание маршрута. Правда, с начала года за аналогичные правонарушения он уже привлекался к ответственности целых 7 раз. Он у нас получил соответствующую лицензию, свидетельство. Он указал нам техники, транспорт, все соответствующие нормативы. Стандартный выдержал, получил маршрут. По предварительной версии, в субботу днем перегруженная маршрутка пыталась проскочить в железнодорожный переезд. Следствие уже установило, что машинист сигналил водителю, были исправны все световые маячки. Кроме того, сама газель 2012 года выпуска тоже была исправна. В результате аварии на месте погибли 9 человек, в том числе и сам водитель. 27 пострадавших, 9 из них до сих пор в тяжелом состоянии. Среди них двое детей. 7-летний мальчик получил травмы грудной клетки. 10-летней девочке пришлось ампутировать обе ноги. Возможно, будут еще и вопросы непосредственно к управлению дорожной полицией, поскольку задался вопрос, кто должен отвечать за перегрузы. Также к управлению миграцией, непосредственно вот это лицо, где оно должно помогать. Третье, непосредственно к исполнительному органу, который именно отвечает за организацию пассажиров. Допросить уже успели диспетчера по переезду. Он рассказал, что дежурный по станции якобы не сообщил о приближающемся тепловозе. Увидел он его всего за минуту до столкновения. Но тогда предпринимать что-либо было уже поздно. 20 миллионов тенге сегодня выделили семьям погибших и пострадавших в аварии людей. По миллиону тенге получат семьи девятерых погибших. По 500 и 300 тысяч, в зависимости от степени тяжести полученных травм, остальные участники ДТП. По сильную помощь в Акимате обещают оказать из организации похорон, которые пройдут уже завтра. Однодневный заработок всем 36 семьям перечислят руководители всех государственных органов региона. Станислава Куцай, Бейбетар Генбаев, КТК Мангастауская область. В Министерстве энергетики придумали, как бороться с дефицитом топлива. Там планируют создать стратегический резерв бензина и солярки на черный день. Об этом сегодня заявил министр Канат Бузумбаев. Он также объяснил, почему в стране не регулируют цены на дизельное топливо. Дана Рожуманова продолжит. Не контролировали и не будут контролировать. Так, если коротко выглядит ситуация с ценами на зимнее дизельное топливо. По словам министра энергетики, солярку в полном объеме. Казахстан закупает у России. В нашей стране зимнюю пока не производят. А потому мы напрямую зависим от цен у соседей. На зимнее дизельное топливо никаких ограничений по цене со стороны Министерства энергетики мы поставить не можем. По простой той причине, что оно не регулируется. И вот ценообразование совсем никак определяется методом спроса и предложения. И так было уже много лет на зимнее топливо. Практически цены не регулировались. По словам Базумбаева, топливный рынок Казахстана очень чувствителен на изменения внутри отрасли. Выбивает из привычной колеи и затянувшийся ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Топливные потрясения казахстанцы будут переносить легче. После того, как страны Евразийского экономического союза создадут общий нефтяной рынок. А произойдет это не раньше 2025 года. До этого времени Канад Базумбаев будет решать проблемы по-своему. Мы сейчас прорабатываем в правительстве вопросы создания некоего резерва по дизельному топливу, бензину и авиакеросину на случай таких поломок и остановок. Средняя цена на сегодня на утром, на планерке мне доложили, около 157 тенге по дизельному топливу летнему и межсезонному. От 220 до 230, я подтверждаю ваши данные, где зимнее дизельное топливо. Ранее глава Казмунайгаза Сауат Мунбаев пообещал, что казахстанцы не почувствуют дефицит дизельного топлива. Для этого компания даже будет продавать горючее в ущерб себе по заниженной цене. Беспрецедентные меры пришлось принимать после выговора от премьер-министра Бакиджана Сагентаева. Обещания председатель правления частично выполнил. Из России уже привезли 80 тысяч тонн солярки. Это была Дана Рожуманова с последними новостями на топливном рынке страны. Вип-номер на автомобиль с нового года станет еще дороже. За возможность выбрать определенную комбинацию цифр с 1 января казахстанцам придется раскошелиться почти на 700 тысяч тенге. В такую сумму в МВД оценили самые популярные номера, такие как 3 семерки или 001. В эту же сумму включили и возможность выбора комбинаций букв. Однако желающим указать три одинаковые буквы придется заплатить еще 140 тысяч сверху. С нового года на них вводится повышенная госпошлина. Сегодня профильное министерство изменило правила регистрации автомобилей в нашей стране. Полиция отказалась от требования проводить первичный осмотр машины в спецсонах в случае ее покупки в официальном салоне. Также гражданам разрешили менять техпаспорт без прохождения осмотра, если изменилась фамилия, имя или отчество владельца автомобиля. Не потребуется осмотр транспортного средства, если изменяется фамилия владельца транспортного средства, например, при заключении или рассторжении брака, если изменяется фамилия по национальным традициям. Также не требуется производить осмотр транспортного средства в случае утери в свидетельстве о регистрации транспортного средства и замены его после соответствующего переоборудования. Жители Усть-Каменогорска и близк лежащих сел жалуются на нехватку угля. Водители машин дожидаются твердого топлива в длинной очереди на пунктах разгрузки по несколько суток. И нервы выдерживают не у всех. При этом перевозчики заявляют, что поставки идут по графику. Подробности в сюжете Ксении Трухачёвой. Мне каждый день приходит, угля давай. А что, у меня угля есть? Свой карьер, что ли, есть? Нет угля. На пунктах отгрузки скопилась гигантская очередь. Водители из отдалённых районов вынуждены уже несколько суток жить прямо в кабинах. Они возмущаются. Дома приходится топить печь, чем придётся. А когда будет новая партия угля, неизвестно. Трое суток уже здесь стоим. Угля нет. Ничего не обещают. Завтра вечером так и ждём. КамАЗы из Самарки приехали, ночуют в машинах, живут. В грузовых перевозках сообщили, что поставки идут по графику. На городских ТЭЦ дефицита топлива нет. А неслыханный ажиотаж произошёл только потому, что углём жители не запаслись заранее. Теперь, когда похолодало, всем не хватает. Подогревают страсти и сообщения о грядущей суровой зиме. При этом перевозчики пока не собираются менять график поставок. Нужно выполнить ту заявку, которая у нас запланирована на ноябрь месяц. И проблема будет решена. На сегодня в Усть-Каменогорске существует два крупных пункта поставки, куда уголь завозят оптом. И ещё несколько мелких точек, где уголь продают населению. Однако там он заканчивается куда быстрее. Водители считают, что вопрос очередей исчезнет, если уголь распределять между всеми пунктами равномерно. Однако пока это всего лишь предложение, которое чиновники ещё даже не рассматривали. Ксения Трухачёва, Ростислав Захаров, КТК, Восточно-Казахстанская область. В Таразе доктор и пациент собираются судиться из-за побоев. Больная, уверяет, ударила доктора после того, как тот кидался на неё и родных. Говорит, что 9 часов ждала помощи. Но вместо лечения её вытолкали из больницы. Теперь обе стороны готовы идти в суд. Подробности в сюжете Виктории Савельевой. Признайтесь, что били меня. Вы же мужчина, признайтесь. Вот, смотрите, это вы сделали. В эту оплюху Актол Кын Кулынбаева, похоже, вложила все силы. Она считает, врач заслужил. Ведь он первый поднял на неё руку. Сюда, в городскую больницу, женщину привезли на скорой после обморока. А потом начался скандал с побоями и взаимными обвинениями. Мы испугались очень, вызвали скорую. Нас сюда, в городскую, отвезли. Отсюда отправили в областную больницу. Там нам сказали, что это не их профиль и опять отправились сюда. Мы весь день катались по больницам и уже тут потребовали, чтобы кто-то нас осмотрел. Но мою сестру врач вытолкал из кабинета, а меня ударил об стену. Родные твердят, что 9 часов возили женщину по разным больницам. Говорят, за это время она успела ещё раз упасть в обморок и вообще еле стояла на ногах. Правда, медики рассказывают, будто семья, как только переступила порог, начала скандалить. Мы попросили посмотреть. Мы посмотрели. Там анемия большая. Спокойно. Вот свидетель, стоите рядом. Спокойно посмотрели. В общем, короче, сказали, это за счёт анемии. Должен был этот терапевт заниматься, и я терапевт передал. Потом вот родственница с канала подняла здесь. Шум. На этих кадрах их родственницы-пациентки снимали сами. Видно, у одной красная шея, за неё якобы и хватался врач, чтобы вытолкать из кабинета. У второй порвана футболка. А вот дирекция уверяет, больной сделали уколы первой процедуры и только потом отправили домой. Но та требовала госпитализации. Когда врач стал осматривать, сопровождающая родственницу, родственница, сопровождающая пациентку, ворвалась в комнату для осмотра. Что нарушает нашу внутреннюю инструкцию. Ворвалась в эту комнату, она стала кричать. И вот на камере было видно, что он её выпроводил. Конечно, естественно, она сама не вышла. Он её вытолкнул. Врач, конечно, он, я его не защищаю, нет, конечно, наверное, были не соблюдены нормы медицинской этики. Но само поведение пациентов, оно тоже провоцирует. И врач тоже человек, он тоже работает, он устает, он ошибается. Так или иначе, пациентка добилась, чтобы её отвели на капельницу. Но инцидент на этом не исчерпан. Теперь обе стороны написали заявление в полицию о побоях и готовы отстаивать свои права в суде. Виктория Савельева, Денис Храмов, Катыка Тарас. На Бали проснулся вулкан Агунг. Из жерла извергается лава и газ. Столб дыма поднялся на высоту 4000 метров. Местные власти объявили красный уровень тревоги для воздушных судов и закрыли аэропорт. В связи с этим 60 тысяч туристов из разных стран заблокированы на острове. Официальной информации о казахстанцах, которые находятся на месте, нет. Однако нам удалось связаться с нашими гражданами. В Индонезии алматинка Ксения Панфилова запаслась провизией, закупила маски. Она на прямой связи и прямо сейчас расскажет об обстановке на острове. Ксения, здравствуйте. Насколько нам известно, вблизи вулкана масштабно эвакуировали жителей. Расскажите, какая обстановка сейчас на острове? Добрый вечер. Обстановка на Бали замечательная. Происходит извержение вулкана Агунг, самого популярного места. В связи с этим большое количество туристов направилось непосредственно к вулкану. Сделать прекрасные снимки, которые мы все можем наблюдать в социальных сетях. Что касается всего острова в целом, кроме закрытия аэропорта, никаких особых других изменений не происходит. Все работают в обычном режиме, в том числе рестораны, отели, магазины. Синя, мне нравится ваше настроение. Как ведет себя вулкан в эти часы? Я нахожусь на юге острова, поэтому для меня вулкана вообще не слышно и не видно. Единственное, что мы непосредственно ждем, пепла от вулкана. Не страшно извержение вулкана, сколько опасен непосредственно пепел от него. И весь остров боится именно этого пепла. По идее, должна быть высота вулканического пепла 40 сантиметров. Вот этого все и ждут. Как раз как на кадре. Я знаю, что в данный момент вы путешествуете с семьей, намерены еще долгое время жить на острове. Какие меры безопасности вы сами предприняли на случай ЧП? Мы купили маски, мы купили провизию на случай. Если мы не сможем выйти из дома, опять-таки из-за пепла. В том числе консервы, рис, но в принципе обычный набор еды. Ну да, последний раз подобная активность Агунга была зафиксирована более полувека назад. А местные-то жители обеспокоены. И лично вам не страшно? Вулканы в Индонезии достаточно распространенное явление, поэтому все с ними хорошо знакомы. Местные жители абсолютно не паникуют. Ходят, молятся в храмы. То же самое и с туристами. Гуляют, фотографируют, отдыхают. Паники нет. Но мы тоже особо не боимся, потому что... Будет пепел, уедем, не будет. Будем жить дальше. Нас пугали уже два месяца, а сейчас мы уже с этим свыклись. Замечательно. Спасибо вам большое за информацию об обстановке на острове Бали. Рассказала гражданка Казахстана Ксения Панфилова. В Алматы на 94-м году жизни скончался известный литератор Музафар Алимбаев. Он был одним из авторов первого гимна страны. Начинал поэт еще в далеком, в 1939 году. Значительный вклад внес в развитие детской литературы. Его произведения были переведены на многие языки мира. А на его стихи написаны десятки песен. В 1994-м Музафар Алимбаев был удостоен звания народный писатель Казахстана. А в 2016-м получил государственную стипендию президента страны. Прощание с писателем пройдет 29 ноября в Алматы в Казахском государственном академическом театре. Свои соболезнения друзьям и родным Алимбаева направил глава государства. Сейчас реклама. А после продолжим выпуск. Один погиб. Семеро пострадали в ДТП в Южном Казахстане. В реанимации 32-летний мужчина и 34-летняя женщина. Статистики назвали самые пьющие регионы Казахстана. На первом месте Акмолинская область. В Петропавловске рушится дом, построенный еще при царе. Он трясется и разваливается даже от проезжающих мимо машин. Он рушится, упадет. Конечно боюсь. На КТК новости. Мы продолжаем. В Южном Казахстане врачи борются за жизнь двух человек, пострадавших в крупной аварии. В реанимации уже почти сутки остаются 32-летний мужчина и 34-летняя женщина. В полночной перевале в Казыгурском районе автомобиль Старакс выехал во впереди идущий прицеп КамАЗа. Водитель грузовика рассказал, что из-за дождя ехал медленно, со скоростью всего 30 км в час. Почему микроавтобус не справился с управлением, сейчас выясняют полицейские. В Стараксе ехала компания женщин и детей, они возвращались из Ленгера со свадьбой родственников. В больнице скончалась 36-летняя пассажирка. Помощь медиков понадобилась еще трем женщинам и двум детям. Но тревогу у врачей вызывает состояние только двоих пациентов. В том числе и водителя машины. Оба в реанимации, у них множественные переломы и тяжелейшие травмы головы. Операции сейчас по жизни показания не будут, но в динамике будет перелом бедра обеих же. Пока состояние инстабилизируется, с шока выйдет, потом уже операция будет. Студенты, погибшие в страшном пожаре в бизнес-центре Алматы, не спаслись из-за отсутствия технического обслуживания. Об этом заявил сегодня директор батутного центра. Год назад на его объекте умерли пятеро студентов, которые подрабатывали на ремонте. Дуриан Туяков говорит, что в арендуемом помещении не было системы дымоудаления. Я узнал, что вообще на такую площадь необходима система дымоудаления. То есть в моем помещении должно было стоять две системы дымоудаления. В моем помещении не было ни одна. Возможно, если бы такие системы стояли бы, и они вовремя сработали бы, у ребят, может быть, был бы шанс вовремя спастись и не угореть там элементарно. Директор батутного центра Алматы Тауэрс предстал перед судом почти месяц назад. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, недобросовестном отношении к обязанностям и причинении смерти по неосторожности. Дауриан Туяков вину признал частично. Трагедия произошла год назад на шестом этаже здания в недостроенном батутном центре. При крупном пожаре погибли пятеро студентов и руководитель бригады сварщиков. Его следствие признало виновным в ЧП. Обвинение предъявили и второму сварщику. Александр Жук в тот роковой день работал на объекте. Будут допрашивать и пожарных, которые были на службе в тот день. Это произойдет на следующем заседании. Казахстанцы переходят на макароны. В этом году их потребление выросло на 13%. Такие выводы сделали аналитики Финпром. Резкий скачок популярности макаронных изделий эксперты связывают в первую очередь с их невысокой стоимостью. Репортер КТК Баужан Апсиитов выяснил, сколько вермишелей съели за 9 месяцев казахстанцы. Баужан, так почему макароны так резко стали популярны в стране? Расскажи. Алексей, ответ очевиден. Это их низкая стоимость. К примеру, за 10 месяцев крупы в стране подорожали в 2, а то и в 3 раза. Макароны и изделия подорожали, но незначительно. Всего на 1,8%. В этом году казахстанцы стали реже есть конфеты и шоколад из-за дороговизны. Спрос на кондитерские изделия упал почти на 2% по сравнению с прошлым годом. А вот макароны идут на ура. Чаще всего казахстанцы покупают спагетти, ракушки и трубочки. А если в цифрах, то сейчас продажа макаронных изделий в стране выглядит примерно так. По данным аналитиков, в розничной сети их было реализовано 134 тысячи тонн. Чтобы полностью удовлетворить такой резко возросший спрос, производители даже увеличили производство. Но и этого не хватило. Пришлось ввести рожки и фарфале из-за рубежа. Импорт вырос на 45%. В общей сложности в страну за 9 месяцев ввезли 31 тысячу тонн макарон. Из-за высокого спроса на этот продукт работать стали больше не только крупные предприятия по выпуску макарон, но и мелкие. Причем вермишель, если верить статистике, дешевле у частников, чем у крупных производителей. Спасибо. Это был репортер Катекаборжан Апсиитов. Он рассказал, почему казахстанцы снова начали массово скупать макароны. А еще сегодня стало известно, где в Казахстане больше всего пьют. Аналитики Финпром посчитали, сколько литров водки за весь прошлый год употребили жители разных регионов. Так в рейтинге лидирует Акмолинская область. Там на каждого, кто старше 15 лет, за год вышло по 6 литров крепкого алкогольного напитка. На 100 граммов меньше североказахстанской. И замыкает тройку самых пьющих Карагандинская область. 4 литра 900 миллилитров. Самая малопьющая Южно-Казахстанская область. По данным исследований, ее жители в прошлом году употребили в 20 раз меньше горькой, чем в Акмолинской области. Всего порядка 300 граммов на человека. По сведениям же Всемирной организации здравоохранения, каждый казахстанец за год выпивает 8 литров 700 миллилитров чистого спирта. В Петропавловске разваливается дом постройки начала прошлого века. Его возвели еще при царе, но царскими хоромы никогда не были. А теперь двухэтажка, уже давно признанная аварийной, опасна для жизни. Дом трясется и разваливается даже от проезжающих мимо машин. Как живется, людям узнала Галина Вазаева. Этому дому никакой экспертизы не надо. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы оценить его состояние. Глубокие трещины на стенах, вываливающиеся кирпичи, ужасного вида подъезд. Дом постройки 1914 года, то есть ему уже больше 100 лет. Когда-то здесь было общежитие мясокомбината, потом склады, потом их переоборудовали под квартиры. Дом аварийный, и это, конечно, заметно. Живут здесь в основном пенсионеры. 16 квартир, около 40 человек. Латать свой дом они уже устали. Все равно все отваливается и рушится. А еще течет вода из дырявых труб, забивается канализация, сквозняк, сырость и ужасный запах. У нас нет ни туалетов, ни душа, ничего нет. Живем, как поросята здесь все. Ужасно? Да, ужасно. Вот все люди пусть скажут, подтвердят. Люди в шутку называют свой дом царскими хоромами. Ведь его строили еще при царе. Кто бы мог подумать, что двухэтажное рабочее общежитие простоит столько лет без капитального ремонта. Дом, конечно, стоит, но уже давно шатается даже от проезжающих мимо машин. Он рушится, упадет. Боитесь? Конечно, боюсь. Я тут черт с ним, я подохну, подохну. А у меня же дети, они все молодые. Фундаменты не работоспособные категория. Окна и двери, ну то есть у нас нет фундамента, все ушло под землю. Окна и двери не работоспособные. Аварийным дом признали еще пять лет назад. Тогда же жильцы встали в очередь на жилье. Но она совсем не продвигается. Всего в Петропавловске 18 аварийных домов. В них проживает 170 человек. Но чиновники неожиданно обнадежили. Планируется на следующий год уже разрабатывать проект документации на строительство 90-квартирного дома на территории аварийных домов. Если обещанный дом построят, то жильцы этой старой двухэтажки имеют все шансы на успех. Правда, за бортом и без новых квартир останется ровно половина жителей других аварийных домов в Петропавловске. Далина Базаева, Андрей Масан, КТК, Петропавловск. В Алматы волонтеры ищут родственников старушки, найденной без сознания в собственном доме. В здании без электричества и отопления пожилая женщина жила несколько лет, пока с ней не случилась беда. Сейчас пенсионерка в Центре социальной адаптации. Она не разговаривает и с трудом понимает речь. Наталья Кунина с подробностями. Вы сына помните? Ага. Сына помните? Ага. Виталик, да? Ага. А сестра? Ага. Вот та женщина, родственников которой ищут неравнодушные горожане. Галине Александровне Амелиной 77 лет. Последнее время она проживала вот в этом убогом домишке в центре Алматы. Питалась тем, что подадут люди из пола в холоде и мусоре, который годами копился в доме. Увидела, как она ужасно живет. Стала приносить ей еду горячую утром, вечером, перед работой и после работы. Ну и вот однажды пришла, она лежит на полу. Я вызвала скорую. Ее увезли в больницу. И вот теперь хотелось бы, конечно, чтобы родственники нашлись. Сосед бабушки говорит, что знает ее лет 20. Когда-то она жила с сыном, которому позже купила квартиру в общежитии. Одно время за ней тут смотрели люди. Я так понимаю, не знаю, как это вы скажете. Ну, таксисты ходили, смотрели. Но дело в том, что ее квартира записана на старшую сестру. Поэтому, когда они это дело узнают, обычно видят, как же. Раз одинокая, чик-пык. Они начали кушать, я видел, кушать начали, хлеб давали. И потом в какой-то прекрасный момент они раз исчезли. Рядом с бабушкой всегда находился преданный пес, который, к слову, заболел в тот же день, как его хозяйку нашли без сознания. Но судьба собаки пока счастливее судьбы пенсионерки. Бим отправился на лечение и реабилитацию к волонтерам. Сама же Галина Александровна сейчас находится в центре соцадаптации. После больницы ее привезли сюда. В дом без света и отопление пожилого человека соцработники не отпускают. Хотя и говорят, что их учреждение не место для больной старушки. Уход нету, да. Уход нету, еще лечения нету здесь. Только первая помощь у нас. А ей требуется и уход, и лечение? Ну да, лечение и уход. Даже она не сможет сама кушать. У нее давление же постоянно. Лекарства нужно, давление. Какая-то система, да? Ну, система нужна еще. Записка есть. У них еще есть закруппием поликлиника. Оттуда можно с порталом, куда нужно сходить. Волонтеры ищут родственников через социальные сети и госучреждения. Мы хотим найти родственников, чтобы как-то помочь бабушке, также привезти дом. Мы бы начали приводить дом, но вы сами понимаете, что могут быть какие-то мысли у людей неадекватные. Отзовитесь, родственники. Самое главное. Неравнодушные алматинки есть. Они могут привезти жилье бабушки в порядок совершенно бесплатно. Чтобы пережить зиму, старушке необходимы еще постельные принадлежности и теплая одежда. Ну и, разумеется, близкие люди рядом. Наталья Кунина, Ержан Еркембеков, КТК, Алматы. Столицы стартовали масштабные празднования Дня первого президента. Сегодня в Астане подвели итоги первого республиканского конкурса «Сокровенные струны души. Песенное творчество» Нурсултана Назарбаева. Десятки школьников со всех уголков страны соревновались друг с другом в исполнении любимых песен главы государства. Было заявок подано около 300 заявок, из них которых мы выбрали 36 человек на финал. Так как певческий конкурс мы сначала смотрели на голос, потом обладание своим голосом, потом на музыкальные характеристики. В конкурсе участвовали школьники возрасте от 12 до 18 лет. Каждый из них пытался удивить зрителей не только вокальными данными, но и актерским мастерством. Пели песни, написанные на стихи Назарбаева, а также известные композиции, которые нравятся главе государства. Организатором творчества во вечера стал фонд первого президента. Единогласным решением профессионального жюри гран-при вручили кустанайскому школьнику Тимирлану Самуратову. Кроме того, грамоты и призы получили и представители Карагандинской области, а также учащиеся в столичных гимназиях. Весь последний месяц я усиленно занимался вокалом, а вообще пою с 4 лет. Готовился к этому конкурсу вместе со школьным учителем пения и мамой. Песню мы выбрали сразу. Елем Менен, она очень нравится мне самому. Юные математики Алматы состязались в быстром счете. За 8 минут им нужно было решить колоссальное количество примеров. 200. Дети в уме умножали, делили, складывали и вычитали астрономические цифры. Наталья Кунина побывала на первом общегородском турнире по ментальной арифметике. Вот такие необычные движения руками выполняют юные математики. Так они моментально слагают, вычитают, умножают и делят многозначные числа в уме. Это первая масштабная олимпиада по ментальной арифметике в Алматы. Все предельно внимательные. Самым юным математикам разрешено пользоваться абакусом. Это специальные счеты, позволяющие выполнять любые математические операции в считанные секунды. Многие ребята говорят, что после того, как стали заниматься ментальной арифметикой, стали преуспевать в школе. Когда все начинают решать, точнее 5 примеров, я уже решу 10. Может быть, я буду преподавателем, буду помогать детям считать, учить их. Мне это будет очень нравиться. Что, быстро считать, мне понравится на будущем, на работе где-нибудь. Я архитектором хочу стать. К слову, такие соревнования проводятся в мире уже 24 года. Казахстан же только недавно присоединился к обучению ментальной арифметики. Предподаватели школы даже говорят, что растят совершенно новое поколение казахстанцев. Мы хотим, чтобы наш каждый ребенок был умным, чтобы они были всесторонне развитые, чтобы интеллектуально были развитые, чтобы они могли свои мнения, свои идеи говорить спокойно. Из 130 участников 54 набрали необходимое количество баллов. И совсем скоро отправятся защищать честь Казахстана на международные соревнования в Малайзию. Наталья Кунина, Алмаз Абдейшев, КТК Алматы. Тем временем казахстанских школьников признали одними из самых одаренных в мире. Из Сингапура, где проходил международный чемпионат по математике, они привезли три серебряных и пять бронзовых медалей. АйМСО, престижную интеллектуальную олимпиаду для учащихся младше 13 лет, каждый год проводят в разных странах. В этом году выбор пал на Сингапур. Восемь мальчиков и девочек, которые участвовали от Казахстана, к соревнованиям готовились не один год. Кроме задачи с цифрами, ребят проверяли и на логику. Закономерный итог, никто без призового места не остался. Они готовились к этой алипиаде 4 года, со второго класса, и наконец-то пришли к большим результатам. Мы очень рады и гордимся ими. Ну а далее в эфире КТК документальный фильм «Узники джихада», шокирующие истории парней, которые воевали в Сирии. Что такое салафизм и почему его приверженцы становятся террористами? Как вербуют в лагеря радикалов и будут ли запрещать в Казахстане черные одежды и короткие штаны? Все это прямо сейчас. А мы прощаемся с вами до завтра. До свидания.